И сегодня я вам покажу, как настроить можно бота в своей группе ВКонтакте. Итак, поехали. Для этого вы открываете свою страницу. Вот моя страница. Ярослава Громакина. Добро пожаловать. Добавляйтесь, познакомимся с вами. Заходите в группы. Ту группу, в которой вы хотите настроить умного бота. Просто ради эксперимента я вам покажу самые азы. Выбираете группу. В группе находите вот такие вот три точки от управления. Управление сообществом. Выбирали управление сообществом. Заходим в приложение. Приложение мы ищем умный, значит, смарт-бот. Ну вот. Конструктор ботов, смарт-бот. Добавить. Приложение успешно добавлено. Здесь мы оставляем все, как есть. Открыть приложение. Все пользователи. Открыть. Конструктор ботов, смарт-бот. Сохранили. И вот здесь перейти к настройкам в приложении. У вас спрашивают разрешение. Разрешаем. Здесь все разрешаем. Чтобы все хорошо работало. Итак, какие у нас здесь есть составляющие вопросы? Мы начнем с них. Цепочки. Это более сложно. Поэтому здесь рекомендую прочитать вначале инструкцию перед тем, как пользоваться. Если вам будет интересно, вы прочитайте. Переменные. Сокращение. Настройки. Настройки. Вот выбирайте свой часовой пояс. Я выбираю Азия, Иркутск. Бот работает. Указывает, если вам нужно время. Но я рекомендую оставить 24 на 7. То есть ничего здесь не указывать. Порог вероятности совпадения вопросов. Пока мы ничего не ставим. Он у нас не особо умный. Фильтр мата. Если хотите, можете поставить. Сохраните. Рассылки. Если нужно создать рассылку для подписчиков. Оплата. Пока у вас менее 1000 подписчиков. Вот этот у вас может быть установлен совершенно бесплатно. Как только будет более 1000 подписчиков. До 2000 подписчиков. До 2000 подписчиков. До 2000 подписчиков. 90 рублей. Ну, в месяц, естественно. Итак, заходим. Вначале все-таки вопрос. Здравствуйте. Имя. Выбираем вопрос подписчика. Обязательно привет. Добрый день. Добрый вечер. Доброе утро. Все закрываем. Удаляем. Оставляем только вопрос подписчика. Похож на привет. Ответ бота. Здравствуйте. И имя у вас только указано. Вы расширяете. Пишите что-нибудь интересное. Например. Меня зовут. Садится в Сеяруси. Я умный помощник этой группы. Можно поставить смайлик. И для дальнейшего разговора напиши да. Сохраняем. Снова делаем добавить. На этот раз мы добавляем не похож на, а содержит. Раз мы написали да. Представьте, что кто-то к вам зашел и написал да. Значит, он должен писать да. Содержит да. Ответ бота. Вы можете импортировать пост или написать ответ. Мы пока напишем ответ. Что вы можете написать? Если вы хотите связаться с администратором группы. Это наш грамматный. Мирослава. Нажмите один. Напишите один. Вот моя страница. Копируем ссылочку. Хорошо. Напишите один. Если вы хотите посмотреть видео на тему песни Катюши. Пишите два. Да. Если желаете прочитать статью или новость какую-то. прочитать статью, тему, боулинг, ставьте три. Вот. Хорошо. Итак. Сохранить. Первое у нас осталось, что значит связаться с администратором группы. Делаем снова добавить. Не похож на а содержит. Сейчас выбираем содержит. Вот написали у вас посетители один. И хотят со мной связаться. Ответ бота. Импортируйте пост. Мы, конечно, импортируем. Я скопировала ссылку на свою страницу. Так не хочет. Ладно. А как хочет? Как хочет? Не знаю, как он хочет. Ладно. Тогда так. Чтобы связаться, нажмите один. Пишем туда так. Ссылка на страницу. Нормально. Ярославный здесь. Да? Хрен. Добавим новый ответ. Если вопрос подписчика содержит 2, да? Что мы там писали-то? На видео какое-нибудь, да? Сошлемся. Мы сошлемся на какое-нибудь видео. Видео из группы. Пусть там, Катюша. Пусть там, Катюша. Сошлемся на какое-нибудь видео. Да? Ладно. Все равно. Ладно. еще вопросов вот он ничего не сохранил содержит 2 может быть это связано с тем что у меня закрытая группа нет здесь нужно было что-то написать хорошо и добавляем и добавляем еще третий вариант вот так содержит 3 что написали какую-нибудь ссылку на какую-нибудь новость написали неохота листать предположим положим что вот это волны статья по волны вот это самые элементарные азы можно в принципе пробовать общаться с ботом так вот мы зашли для того чтобы началось общение как мы написали должно быть написано слово привет привет вот и тут же нам через некоторое время прям не сразу одну и ту же секунду приходит такой вариант здравствуйте Ярославна правильно обратились меня зовут Сарисия Руси я умный помощник этой группы для дальнейшего разговора напиши да окей пока все понятно так если вы хотите связаться с демонстратором группы напишите 1 письмо Катюше 2 поговорить на тему такую ты ставьте 3 ну пробуем 1 ссылка на страницу Громакина Ярославна здесь кому нужно вот так вот щелкнуть и откроет и посмотрит мою страницу хорошо давайте попробуем 2 вот отлично здесь можно было написать все открылось открылось сразу например если вы хотите предложить почитать какую-то статью открывается статья которая вам нужна в принципе все это вот элементарные азы который вы можете настроить в своей группе чтобы люди в ней не скучали а и потом правила для ботов бла-бла-бла-бла-бла-бла принимаю условия то есть куда человек должен нажать чтобы все таки начать диалог. Такая кнопка есть, написать сообщение. Вот это и мы. Ни в ленту, ни вот ни на стену, ни в комментариях, ни куда-нибудь еще. И именно вот на этой кнопке в шапке, или под шапкой бывает. В других группах это выглядит так. Например, вот я вчера настраивала для своего блога наши дети. Написать сообщение, я указала такую длиннющую стрелочку, чтобы люди писали. Сюда привет, видите, да? Некоторые прямо на шапке вот здесь делают такую стрелочку, чертят, чтобы она указывала написать сообщение. Но, тем не менее, все равно привет. Полетели на стену, и люди говорят, не работает твой бот, он ничего не понимает. Ну, а когда пишут все правильно, вы потом можете почитать сообщение сообщества. Сообщение сообщества это вот как раз те люди, которым отвечал бот. В принципе, у меня на этом все. Если хотите осваивать определенные навыки вместе со мной, я пытаюсь доносить их простым языком, стараюсь литературить, стараясь много воды не лить. Подписывайтесь на мой канал. Будем обмениваться с вами лайками, комментариями, репостами. Всем пока. С вами была Громакина Ярославна. Блог нашли дети.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова